Физкульт привет, друзья и ученики! Посмотрите сегодняшнее видео до конца, оно очень интересное, о моих трудовых буднях. О том, как мы со Стефаном снимаем для вас ролики, как я поучаствовал в соревнованиях у себя в зале, в которых не собирался, был на концерте у крутой группы, как мы съездили в Американ Топ Тим, сняли для вас отличные видеоролики, удивился, что там даже встретил своих подписчиков, чему был реально крайне удивлен. О том, как поучаствовал в викторине «Сила мысли», где наша команда заняла первое место. И встретил, когда с женой уже после Американ Топ Тим зашли в итальянский ресторан, тоже своих подписчиков. Жена позвонила мужу, который на меня подписан, с которым мы виделись на Олимпе. Парень приехал, мы тоже пообщались. В общем, друзья, наслаждайтесь, пишите в комментариях, что вы обо всем об этом думаете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лексус этого года, 19-го, ИС, как всегда радует Лексус. Супер комфортный, очень-очень мягкий, как будто на пневмоподушках едешь. Что мне нравится, особенно в GS, там не пневмо, но мягкость. Кто не знает, не верит, что это не пневмоподвеска. Езжу вот пару дней, пока моя машина на станции, на техобслуживании. Меняю там всякую ерунду, как обычно. Ну и резина стерлась уже, полный комплект, 4 колеса меняю. Где-то полторы штуки баксов это все выходит. Только резина там со сменой. Еще нужно, естественно, поменять масло. Масло здесь в жарких странах часто надо менять. Но, что интересно, вот в моем R-X, в Sport 350, там фильтр какой-то интересный, он меняется не так часто. Задние тормозные колодки тоже уже поменяли. Ну и бонусы, конечно, там всякие дают. Но, как вы видите, цены здесь, конечно, не дешевые в Штатах. Так, забрал свою ляльку. С сервиса на солнце блестит вообще просто, как песня. Очень нравится цвет мне. Сейчас справа будет уже большая такая вывеска. Запоминайте адрес. 5750 North State Road 7, Coconut Creek город, штат Флорида. Вот база основная. Хотя они, конечно, везде разбросаны, но здесь основная база American Top Team. Здорово, друзья, мы здесь в Америке Top Team. Привет. И Месси Гор. Как обещали вам, друзья, будет хорошее и интересное видео. Вы много чего увидите. Сейчас мы вам покажем зал. Игорь, это Руссия. Канал Замбопаду. О, реально? Да, по-английски. Канал Замбопаду. Канал Замбопаду, весный боец. И будем там премироваться сегодня. Канал Замбопаду. Мы приехали к Стефану. Лучше с ним сфотографируйтесь. Он по-английски тренером American Top Team. Самый известный тренер. Стефан? Он говорит по-русски. Тут же русские ребята. Они сфотографируются здесь. На русском поездке. Нет, я не знаю. Моя жена. Вот даже своих подписчиков нашел здесь. Удивительно. Да? Слушай, знаменитый ты здесь. Тебе надо в Моябе приезжать. Давай в проек. Хочешь тоже? Я тоже работаю по-русски. Я не знаю. А, я... Да. Тебе надо позитить. Мы прошли за счётами. Я не знаю. Очень хорошее. Большой дом. Хороший. Очень хотейка. 3 часа, да, ну там парки, ну или приедете на развлечения. Ну, а то приехать. Что-нибудь сделала? Нет, стараемся. Нам всегда помогло. Да? Ну, а гоняем. Ну да, очень важно. Очень сильно помогло. Спасибо за макетность. До свидания. До свидания. Привет. 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 Теперь будем начинать, а в субботу есть light-swagging называется. Это как легкий-легкий свагг. Будем начинать сейчас. Отсняли для вас целую кучу видео. Жена уже ворчит, устала. Но вот, видите, машину Стефана впереди. Едем заправиться, едем кушать с тренерами. American Top Team. И все довольны, все счастливы. Так что, друзья, все супер. Все на позитиве. Приезжай на пару дней. Технику поставим. Снимем видосики. Не силовые надо. Именно больше в этом направлении. Технику поставим. Потому что, в свое время, тренер идиот, если не ругался постоянно. У него была теория такая. Александр Сокровный. У нас в Малдавии это ли кто больше? Ну да, там же разрешено. У нас тут все разрешено. Не важно, как тренироваться. У него была теория такая. Большое количество повторений приводит к здоровью шлополога. В натуралу я сразу сказал. Не может быть. Ты знаешь, что надо упакивать? Натурал. Понятно? Ну, это какой-то дональный конкурс. Да. Изначально. Нет. Все-таки здесь я соглашусь со Шредером. К натуралу только повышение силовых показателей. Ну, невозможно по-другому. А с чего ты будешь расти? С чего организм будет изменяться, если все так делается? Да, да. Если ты себя не насилуешь, не стараешься больше потянуть, больше присесть, никакого результата не будет. Не надо. Не, можно хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, но прогресс именно люди. Конечно. Люди не понимают, что большие мышцы – это все хорошо, что большое жир, какое-то безвешнее. А я не знаю. Кобромат. Люди не понимают, что большие мышцы – это тоже для организма ненормально. И низкий процент жира – это 0. Да. Если там 8 процентов, я не знаю. Ну, для мужика ладно еще. 10-8 процентов – это критически. Для девочки большинства 15 уже месячных пропадают. Я уверен, что они на Олимпии не выходят из, как они говорят, 2 процента. Я уверен, что они не денежные. Ну, это же 4? 4-3 процента. Ну, если так мало, на самом деле. Ну, кажется, там за 5 процентов. Потому что если ты большие мышцы – это не слишком для человека. Для организма не важно, что на тебе лишнего – мышцы или жир. Конечно, мышцы – это хуже. Ой, жир – это хуже. Но мышцы – это тоже нездоровье. Поэтому мы всегда… Есть такое понятие гомеостаз. Ты не знаешь, да? Так, а ты должен что сделать? Ты должен силовой работать, если ты натурал, показать, что твой гомеостаз, он должен подстраиваться под твою жизнь и деятельность. А люди, в основном, тупят. Начинают там делать многоповтор, бегать. Ну, идиотизм занимается. Мне нравится, что периодизация, вот ты от этого говоришь постоянно. Немногоповтор. Я только попередизацию. Я не могу. Если я начинаю… Вот знаешь, очень бывает классно так, прокачаешься, чувствуешь, у тебя просто рывало там все. Да, да. И тебе хочется повторить эту тренировку в следующий раз. Нельзя. Я уже пытался. Нету этой накачки уже. Да. Но когда я каждый раз делаю что-то новое, меня в зал тянет, как будто это первый раз скажу. И когда я тренирую мышечные волокна окислительные, меня раздувает иногда даже больше, чем на гликолитические. Ну, видишь, есть некто, типа, подъемных шредер, которые там… Зачем периодизацию? А люди не понимают. Послушай, вот шредер, он в этом плане немножко глупый. Он периодизацию считает, как легкие и тяжелые тренировки. Да. У меня нет легких тренировок. Нет. Для меня окислительные мышечные волокна, поверь, тяжелее. Мне лучше взять 200 кг съесть четыре раза, чем взять 150 и 20 раз. Да. Окисление такое. Сердце. Сердце там. Подыхаешь. Люди просто не понимают. Легкого ничего не бывает. Любая тренировка, она на 100%. Но когда ты циклируешь нагрузку, сегодня такая, завтра такая. Тем более, ладно, никто там… Можно не верить в описывательные критические, но есть высокопороговые, есть там низкопороговые. Это уже доказано. Это видно. Их-то надо тренироваться, включать. Да. Ладно, ребята, я не буду вас задерживать. А расскажите, как вы здесь познакомились? А? Расскажите, как вы здесь нашли друг друга? Да мы не здесь познакомились. Мы же это, встречались в 16-м. Да. Шон Роден тогда второй был. Я рядом с ним стоял. Я думаю, вот он со Шон Роденом что-то не знал. А он второе место взял. Это Каун. Каун тогда был в хорошей форме. Я так сейчас помню. Каун тогда был. А здесь мы в Форт Уоттердейли. Зашли в ресторан с женой. И здесь работает жена Макса. Да. Он тогда был в Каун. Случайно. Планета, планета очень маленькая. Не спрячешься. Да. На Олимпии встретились, да? Здесь встретились. Вот кто думал. Он говорит, приезжай в Орландо. Но тогда у меня как-то вертелось, закрутилось. Мы хотим с женой в этом году поехать на Олимпию. Но, согласись, мне очень впечатлил Каун. Да, Каун. Да, Каун. Вообще. Если вы, друг, можете вместе поехать на путешествие на Олимпию? У меня друг в субботу едет на три недели по Калифорнии. Да? Мы с женой никак не соберемся. В Калифорнии не были еще. Как тебе души в Олимпию? А ты там же будешь снимать? Да, я там же, да? Да. Не, у меня вот сейчас где-то роликов 10 снятых заранее. А вот две. Не, я иногда их не успеваю выкладывать. Я просто удивлялся всегда. Да, он успевает. Я одно время же выкладывал каждый день. Но мне сказали, что это нет смысла. Через день нормально. Раз в три дня. Да, вообще нормально. В принципе, я смотрю раз в три-четыре дня на субботу. Но когда есть материал, когда он лежит, как-то хочется его как-то завладывать. Ну и тему всегда ты находишь под материалом. Это классно, здорово. Там, наверное, подписчиков приночитаешь, да, вопросы. Ты собираешь вопросы. Я смотрю, конечно, что больше нравится людям как-то. Но мне вот сейчас понравилось. Я же как начинал? Я выпускал тренировки поначалу. Да, да, да. И это было как-то много контента. А сейчас я смотрю, люди перешли в разговорный жанр. Тренировок очень мало. И мои тренировки, которые я укладываю на этот тренинг, они набирают больше просмотров, чем какая-то теория там или какие-нибудь разговоры. Я вспомнил. Но надо сказать, мне что нравится. Пусть просмотров мало, но зато люди, которые меня смотрят, они реально адекватные. Читаешь комментарии и понимаешь. Нет, там комментарии есть. Ну это везде. Я тоже, мы все. Ты не стерживаешься, начинаешь там, я смотрю. Не знаю. Мне кажется, там просто малолетки какие-нибудь сидят, лежат или что-нибудь чуть-чуть. Наверное. Ну ты к этому уже ответ дал там у Катануса. Нашел, Кирчал. У Катануса. Я смеялся. А она еще такая, знаешь. Я не знаю, там на видео. Она музыкальная. Там каждый палец по-разному это. И я такой, знаешь, им раз-раз-раз-раз и он сам так выложился. Ха-ха-ха-ха-ха. Только сейчас мы посмотрели, конечно. Понятно, ребята. Такие дела. Да, путешествовать обязательно. Почему бы нет? Ну в Орландо приезжайте. В Орландо только были с исключением. А что не давится? А не сглали по времени. Дети есть? Пока нет. Так на столе. Поэтому тебе проще. Приезжай, оставайся на пару дней. Сделаем что-нибудь. Пообщаемся. Может снимем что-нибудь интересное? Ну давайте, пока. Разбой. Ну что, друзья. Вот так вот я люблю поесть перед тренировочкой. Для углеводов это картошка запеченная. И говядина с сыром тоже запеченная в духовке. Огурцы там, помидорки. Обязательно вместе с едой раз в день принимаю витамины. От GNC. Я это не раз говорил. Либо GNC, либо Animal Pew. И последнее время я постоянно с каждым приемом пищи принимаю две таблетки лизина. Это наша компания лучшей в мире. Никто не делает аминокислоты. И четыре таблетки эргамина. Это получается я где-то 12 таблеток пью эргамина в сутки. И шесть лизина. Ребята мне обещают, они скоро еще сделают сейчас уже аргинин. Чего я жду очень и очень хорошо. И, кстати, нашел для себя вот такая классная штука. Это электролиты. Здесь B12, здесь все. Это я пью уже, добавляю в воду, которую пью на тренировке. Ну что, увидимся уже на тренировке. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, привет. Мы вот снова здесь со Стефаном на различных мероприятиях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, это русский КамАТ Было раньше КамАТ Турнир АСБ было А теперь АСА А не АКамАТ Он будет выступать в России В Россию? В июне В июне С кем будет? Номер соперника Он пока не знает номер соперника, но русский Тоже нутролог и тренер Даниэл Деза Как зовут его? Даниэл Деза Даниэл Деза? Да Сегодня будем разговаривать, да? Запишем видео о глютене Да, это многих пугает Да, он говорит о глютене, о BCAA, все это спортивные питания Не пропустите, да? Гудофа Вера 5-й раз чемпион мира Человек вообще супер Очень скромный парень Да, хороший парень Флэксил Мюджи Гуд лак в России Гудофа Верси Да, хорошо Да, все равно Игорь Их двое пугает Верси Это очень легко. Для наших маленьких детей. Для вас. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Поехали. Поехали. Это очень легко. Супсок маме. Это очень хорошо. Это не просто для того, чтобы мыслить. То есть, следующий. Вдох. 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 Он хотел, чтобы я читал на русском. Для него. Я буду читать на русском. Для него. Сейчас объясню. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять уже не перешли. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Десять. Выдаешь? Десять. 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 Он думает, что было семнадцать. Упражнение. Упражнение, когда мы посмотрим, что человек имеет одна нога сильнее, чем другая. И сделаю специальное упражнение, чтобы было отдельно. Отдельные ноги. И тем более с руками. Стабилизация. Стабилизация. И туловище. Корпуса. И воздействует на работу. А также, друзья, не забывайте, что 1 июня стартует обучение. Обучение от меня и от Стефана, которое даст вам невероятное количество современных, научно обоснованных, теоретических и практических знаний. Что поможет вам самому тренироваться и быть одним из лучших и грамотных тренеров. Обучение будет длиться полтора года и будет разбито на три триместра. Каждый триместр по шесть месяцев. Полгода. В конце каждого вы будете сдавать экзамен и получать сертификат на русском и на английском языке. Интерактивное с обратной связью обучение. И после всего этого тот, кто успешно его пройдет, будет нами рекомендован и мной и Стефаном во всех наших соцсетях, как один из тренеров, которому можно и нужно доверять. Продолжение следует... Продолжение следует...